Всем привет, ребята! С вами я, Олег Штейн. Я рад вас снова приветствовать на своем канале. Сегодня у нас очередная рубрика «Обозрим» и на обзоре у нас сегодня новиночка от группы Sleep Not. И это их седьмой студийный альбом, который имеет название «The End So Far». Альбом, название которого по-русски будет «Конец так далеко», вышел 30 сентября 2022 года на лейбле Roadrunner. Кстати, как отмечают участники группы, это будет их последний альбом, который они выпустили под этим лейблом. Кстати, они с ними работали с 1998 года. 5 ноября 2021 года вышел первый сингл данного альбома под названием «The Chapel Town Wreck» и впервые был сыгран на живом выступлении на Кнот-Фесс Лос-Анджелесе, штат Калифорния. И где-то через полгода спустя, 20 июля 2002 года, группа анонсировала сам альбом, а также в этот день вышел второй сингл и клип на песню «The Dying Song». А через месяц, 5 августа, уже вышел третий сингл на песню «E.N». Этот альбом группа посвятила бывшему участнику Джоуи Джордисону, который скончался в 2021 году. Альбом «The End So Far» был очень хорошо принят критиками, и этот альбом дебютировал в десятки лучших в более чем 10 странах мира, включая Австралию, Германию, Швейцарию и Великобританию. 22 августа 2022 года группа объявила, что будет выпущено 9 специальных изданий альбома на CD, каждый из которых будет содержать фотографию одного из участников группы на обложке. Вот и пришло время посмотреть на физическое виниловое издание этого альбома. У меня в коллекции присутствует издание на прозрачном виниле. Издание было произведено в Чехии. Вот такая вот обложка. На самом деле я не разобрался, что на ней изображено, но понял, что какая-то палитра разноцветных красок. На альбоме присутствует два стикера. На первом стикере указывается актуальное название альбома, так как при производстве была допущена опечатка, которую, к сожалению, вовремя не смогли устранить. А на втором стикере указывается цвет винила. Упаковка имеет форму Gatefold. Качество потрясающее. Картон плотный. Покрытие матовое. Вид торца. На нем, кстати, неправильное название альбома указывается. На обратной стороне присутствует стандартная информация. Это трек-лист и краткая информация об издании. А в развороте присутствует изображение участников группы. Некоторые маски на участниках уже не актуальные. Сами пластинки находятся в таких конвертах. На одной стороне изображение, на другой – тексты песен. Конверт второй пластинки. Качество конвертов отличное, но, к сожалению, антистатических пакетов не было. Вот так вот выглядят прозрачные пластинки. Это впервые в моей коллекции. Я был очень впечатлен. Прям прозрачный-прозрачный, как стеклышко. Качество винила хорошее. Ну, на самом деле, царапин не увидишь в такой прозрачности. Такой вид имеют все четыре яблока. Кстати, на них также указано неправильное название альбома. Скорость воспроизведения этих пластинок равняется 45 оборотам в минуту. Что касается звука, то мне, как обычно, все нравится. Звук отличный. Бас присутствует, гитарки все слышны. Однозначно, пять с плюсом. Издание тоже вышло неплохим. А по итогу альбом вышел добротный. Есть несколько прям хитовых треков. Также есть обычные проходные. Ну, альбом точно заслуживает свое место на полке среди коллекций виниловых пластинок. Вот и подошел к концу этот обзор. Спасибо, что вы его посмотрели. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые обзоры. Также пишите в комментариях ваши впечатления об этом альбоме. А на сегодня все. Всем спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok